Кто посетит эту картину, тот удивится тем культурным феноменам, которые там обнаружат. Потому что это, прежде всего, важно, как документалистика 1912 года, как в грузинских высокогорных селениях, подчеркиваю, высокогорных, то есть в селениях, принимали поэта. И там будет видно, что поэта переносили его на кресле, встречали его все села, организовывали встречи. Например, в одном из селей сел Некорцминда был стол на 300 человек, и там был священник. Когда Акак Церетели заночевал в одном из домов, ему организовали маленький перформанс, как вы сейчас сказали. В 1912 году в горных селениях выстроили переодетые ванны девушек, которые могли спеть колыбельно перед отходом ко сну. И так далее. Также быт грузинских крестьян того периода, как ели, как устраивались столы, как танцевали. Многоголосие не является некой выдувкой. Услышите, как в 1912 году было грузинское многоголосие. Также будет у нас ретроспектива мастера каратометражных фильмов Михаила Кабахидзе, которого учились в союзе киноматографисты, и, к сожалению, он на противовремя был под запретом. Можно я скажу? Я сдавала в свое время билеты после экзамена, и как раз по Бабахидзе. Да. И ретроспектива, словно, этих фильмов будет. И также будет современное короткометражное грузинское кино, которое тоже берет призы. Подробнее смотрите, пожалуйста, в программах. Концепция нашего фестиваля, она несколько смелая и отходит от традиций кадонических организаций фестиваля. Как принято, например, идет музыкальный фестиваль, идут музыкальные выступления, идет театральный фестиваль, идут театральные выступления, идут кинофестиваль, идут киновыступления. У нас стояла задача, чтобы гости, россияне, прочувствовали культуру Грузии во всем многообразии, поэтому мы попытались поместить в одно пространство несколько видов искусств, и поэтому помимо фильмов в программе будут также музыкальные выступления, художественная выставка, тематические доклады и круглые столы. На литературе, на искусствоведческую тему и на актуальную тему, а также много других мероприятий. В частности, если мы говорим о литературе, то будет доклад и выступление от трех авторов литературе, ведущих в Санкт-Петербурге, о российско-грузинских поэтических связях в Санкт-Петербурге. Одним из докладчиков будет Наталья Соколовская, писатель-переводчик. Предоставим ей слово. — Спасибо большое. Не пугайте слово «докладка». Конечно, не доклад, ничего, а просто какой-то рассказ. Во-первых, я хочу сказать, прежде всего, спасибо. Замечательное название фестиваля «Почувствую Грузию», потому что для молодежи, для нового поколения, это действительно возможность, может быть, даже впервые понять что-то о стране, о которой они не знают ничего, даже не знают того, что Грузия стала православной и христианской страной в начале 4 века. И уже с 9 века пути Руси тогдашней и тогдашней Грузии, царств, с которым тогда представлялось себе, уже начали очень сильно пересекаться. И тот феномен, который мы имеем уже в 19 веке, Пушкин, Лермонтов, на холмах Грузии, Мцирий, это уже вершина айсберга и вершина тех отношений, которые связывали две страны уже несколько веков до этого. И то, что происходит сегодня, это, конечно, продолжение, это замечательно, это продолжение вот этой многовековой цепочки. То есть все, кто сегодня, кто придумал, кто сделал весь этот нынешний фестиваль, они с полным правом, с гордостью и с ощущением собственного такого достоинства, безусловно, могут считать себя продолжателями в этой цепочке. По поводу, вот, Женечка говорила, ожившие полотна, которые будут здесь показаны, конечно, больше 10 лет не было культурных выставочных обменов между музеями Грузии и России. То есть были какие-то выставки из фондов московских музеев, но не было обмена, это нонсенс. Конечно, это вот такое нарушение, грубое, культурных взаимосвязей, это, конечно, надо преодолевать. И надо, чтобы имели возможность почувствовать Грузию не только россияне, которые живут здесь, но и грузины, которые из-за жесткого визового режима не могут сводить детей в Эрмитаж, в русский музей и так далее. Вот с помощью землячества, в частности, сейчас, диаспора грузинская, сейчас это преодолевается, это несправедливость, но это всегда очень трудно. Это виза, это МИД, это масса. Который уже не тоже с этим столкнулся, вот сейчас, когда кого-то приглашали. Так как грузинское многоголосие находится под охраной ЮНЕСКО, так, я думаю, грузинская кема тоже может находиться под охраной ЮНЕСКО, потому что это феномен, безусловно. Как и вся грузинская культура, грузинская литература, грузинская поэзия. Я хочу сказать, что я очень горжусь моим городом, потому что в Петербурге не только впервые стало, в 1702 году митрополит Евгений Бонховеньев, впервые рассказал о том, что существует такая книга «Выписка Усани», которую мы знаем под названием «Витязь в барсовой шкуре», «Некто в барсовой шкуре», но которая на самом деле называется совершенно в одно слово, именно «Выписка Усани», так скажем, «барсовой шкурой». Так вот, не только в 1702 году впервые здесь, в Петербурге, стало известно об этом, но и в Петербурге сначала в 2007 году, а потом сейчас в 2015 году была издана впервые, впервые откомментированная издание «Выписка Усани», Причем, я надеюсь, все, кто эту книгу увидел, а те, кто не увидел, смогут ее увидеть в рамках этого замечательного фестиваля, понять, что это за книга, что за книгу в XII веке написал некий Месс Хруставели, Почему эту книгу называют грузинской Библией, насколько она пронизана библейскими, евангельскими аллюзиями, и какая вообще мощная многовековая культура стоит за страной, которая в XII веке смогла создать вот этот феномен «Выписка Усани». Также Тициан Добидзе и Голубороговцы, вот эта знаменитая группа «Голубые роги», о которой очень много вообще знают в России, но в последнее время, вот не знают, вот в связи с этими всеми разорванными связями, все как бы приходится, такой культ просвет, все как бы приходится рассказывать заново. Галина Михайловна Цурикова, ленинградский покойный, ленинградский историк литературы, тетрадет, в 1971 году издала книгу «Тициан Добидзе. Жизнь и поэзия», где рассказывалось вот о 20-е, 30-е, 40-е годы, начала 40-х грузинской поэзии. Очень много связанных имен русских, российских литератов, грузинских литератов. Эта книга была издана с большими купюрами, сейчас мы эту книгу переиздали без купюр. И в эту книгу вошел корпус стихов Тициана Добидзе, который впервые был издан в 1995 году, в 1995 году, при поддержке грузинского землячика. Я хочу сказать о том, что жизнь продолжается, все по мере сил делают какую-то свою работу, и о многом из этого будет рассказано в рамках этого фестиваля. Спасибо. Спасибо большое. В рамках фестиваля, как мы уже анонсировали, будут музыкальные выступления коллектива. И в частности, о чем упоминала Наталья, грузинское многоболосие будет представлено. И хотим анонсировать, что буквально сегодня завершились успехом переговоры, и с благословения Патриарха Грузии на этом фестивале будет выступать ведущий популярный фольклорный коллектив из Грузии под названием Бани, который очень популярен у молодежи и у лиц всех возрастов. Их выступление будет впервые в России проходить на нашем фестивале. Следите за программой, на открытии они точно будут, и еще у них будет два концерта в рамках нашего фестиваля. Кроме того, будут выступать коллективы, которые исполняет фольклор грузинский, которые патронируются тесно национальной культурной автономии Санкт-Петербурга. То есть местные коллективы. И это еще одна история. И у нас на открытии будет выступление вице-президента грузинской национальной культурной автономии Бориса Галактионовича Берлава, который расскажет о том, каким образом национальная культурная автономия осуществляет свою миссию в области культуры. Предоставим слово Борису Галактионовичу. Добрый вечер и добрый день, у вас есть друзья. Я начну не коллективов, локальных и инструментальных, которые у нас есть. Я начну немножко под историей, как организована была эта автономия наша и когда. Расскажу, хотели информации, что было. Но, как вы знаете, в принципе, с первых дней вообще закладки первого канала Санкт-Петербурга грузини находились здесь и вместе со всеми строили этот прекрасный город. Ну, а в 1860 году, когда здесь обучались наши уже пославленные предки, это касается Илья Чарчаладзе, вот они в 1860 году учились в нашем государственном университете Санкт-Петербургской, то есть они организовали землячество. Она называлась Терк-Далеву. Это река Терги, Терек, и те, которые уехали, как бы вот, выехали за рекой Терек, то есть это уже граница была между Грузией и Россией, да, уехали, называлось Терк-Далеву. Вот так и назвали, из 1860 года. И с тех пор, в принципе, вот этот костяк, который был организован как гражданский землячество, она существовала, но после их, как бы, уезда в Санкт-Петербург прекратила существование. Но современные, вот этапы нашей жизни, проживания в Санкт-Петербурге, в 1989 году, когда разрешили уже, как бы, официальном плане регистрации общественных объединений, значит, общественных объединений в России, мы, Алиэсперих, организовали национально-культурное объединение, называлось ИВЕИ, то есть объединившим землячество. В 1892 году мы его перерегистрировали как Санкт-Петербургский землячество ИВЕИ, грузинский землячество ИВЕИ. А в 2005 году перерегистрировано, так как форма принята была в России, значит, автономно. На сегодняшний день называется Грузинская национальная культурная автономия Санкт-Петербург. И до сегодняшнего дня, в принципе, вот проводим те общественные мероприятия, те культурные мероприятия, о которых здесь говорили уже, и так далее. И в дальнейшем надеемся, что эта форма будет существовать долгое время, пока мы, в общем-то, живем на этом свете, наверное. Ну, о грузинской автономии на сегодняшний день, если историю вкратце сказать, таких знаменательных дат и знаменательных дел, которые мы здесь сделали, это один из главных, все-таки, воссоздание храма. Храма, то есть, приход, организован был в 1989 году, в грузинский приход, в Санкт-Петербурге. И в 1992 году нам передали еще Анатолий Александрович Собчак, и тогда Владимир Владимирович Путин здесь работал, возглавляя комитет по внешним связям, они нам передали церковь, в Шестаковской иконе Божьей Матери, которая находится на улице Саружевский, дом 8. И там мы этот храм сделали, в этом храме реконструкции, с реставрацией, и в 2002 году, второй раз был освящен этот храм нашим митрополитом Владимировым. На сегодняшний день этот храм является, конечно, не только как в церковном виде, а как культурный дом для всех грузин, проживающих, и не только для грузин, всех христиан, которые проживают здесь, в Санкт-Петербурге. Кроме этого, мы вынуждены в 1997 году здесь, в Петербурге, открыть среднюю грузинскую школу. В связи с комплектом в Афгазе, как вы знаете, очень много беженцев оказались здесь, в ненужных преселенцах, в Санкт-Петербурге. Даже дети, родители, вместе с детьми, которые здесь оказались, они, в общем-то, даже по-русски не знали, кто их кто, которые приехали сюда, и мы ненужными были организовать ту школу. И эта школа просуществовала 10 лет. Чисто обучение шло чисто на грузинском языке, а в 2005 году мы, в принципе, договорившись с комитетом по образованию Санкт-Петербурга, эта школа влилась в государственную школу, государственную школу, которая находится на Графском переводе, дом 1. Это 122-я школа. На сегодняшний день программа обучения, естественно, детей по программе обучения обучаются как по комитету Санкт-Петербурга, и по образованию Российской Федерации, и, кстати, получают местные российские. Ну и сохранено на сегодняшний день так факультативное изучение грузинской литературы, языка и истории в этой школе. Кроме этого, нами, нашим общественным объединением, значит, переверили вообще в Санкт-Петербурге, хотя этот человек заслуживал гораздо раньше, мы установили мемориальную доску великому полководцу Багратиону Пётру Ивановичу, где он проживал, это Большой морской дом 23. Там он проживал 3 года, 1801-1885, по-моему, год, если я не ошибаюсь, я сейчас вам точно скажу, это у меня было написано, 1800-1883 год. То есть вот он жил в этом доме, и там мы установили мемориальную доску. Кроме этого, как вы знаете, для всех петербургцев, тех, которые участвовали и принимали блокаду, также были грузины. И честь их, они здесь погибли, в дни блокады, мы установили мемориальную доску на нашем Песхарьевском меморальном кладбище. То есть это те места, которые для нас являются святыми, для всех грузин, которые поживают сегодня на современную твой жизни. И хочу несколько слов сказать тех вот ваканских ансамблях, которые существуют при нашей автономии. Это Иверия, ансамбль Иверия, который носит звание народного, это такое звание дает комитет по культуре Иверия. Существует также ансамбль Сихаруни, если переводя грузинскую на русский, это Радость, он является образцовым ансамблем здесь, один из старейших ансамблей. Следующий ансамбль, это Сакарфелло, то есть Грузия, существует при нашем храме Сесаковской иконы Божьей Матери. И есть у нас ансамбль, значит, вокальный ансамбль, значит, баллада, который, естественно, кто сюда придет на нашем фестивале, эти все ансамбли, выступления, эти все ансамбли, вынуждены здесь изредить. И, естественно, я надеюсь, что они действительно оставят тот, как бы, вот, культурный, вот, именно понимание грузинской культуры, значит, для всех, кто придет на этом фестивале. Ну, а так, в общем-то, ежегодно, практически ежегодно мы проводим мероприятия, это один из главных мероприятий для нашей диаспории, это Дни День города, День независимости Грузии и посвященный, как бы, гала-концерт Дни Победы. Это май месяц, 26 мая исполняется, вот, ежегодно, как было, День независимости Грузии, и, тем более, День города и, естественно, День Победы. Вот это мы объединяем, в одном блоке проводим большой гала-концерт, где присутствуют, естественно, мы приглашаем все в обетеранов войны и жителей города. Кроме этого, вы, как знаете, здесь очень много национальностей, около 140 национальностей проживая в Санкт-Петербурге, мы всех представителей приглашаем этот день и празднуем вместе, как бы, вот, вместе со всеми. И, надеюсь, проводя вот эти дни фестиваля, которые мы с вами, вот, как бы, вот, хотим организовать, это будет еще один вклад, в том числе для организаторов и для грузинских диаспоров, которые проживают здесь, для жителей, прежде всего, и молодежи, жителей нашей территории. Спасибо. Спасибо большое. Продолжая тему музыкальных выступлений, хотим анонсировать выступление молодого исполнителя в области уже не фольклорного жанра, а в области современной эстрады и поп-культуры. Молодой, набирающий обороты, исполнитель Жанбази, который является грузином по национальности, тоже выступит на нашем фестивале, и у него будет премьера программы именно на нашем фестивале в субботу, 28-го числа. Приходите. Помимо музыкальной части, конечно, будет и художественная часть, и есть еще некие программы, можно сказать, спутники, подпрограммы спутники нашего фестиваля, и немного об этом Евгении. У нас в рамках фестиваля будет представлена выставка доктора Смани. Это картины грузинских художников, которые написаны в стиле Смани. Это яркая живопись, очень сочная, очень красочная. Ее можно будет посмотреть в фойе, вход свободный, галерея коллекционного искусства Дидея предоставила нам эти шикарные работы, совершенно они яркие, сочные, колоритные, их можно будет увидеть. Также в рамках нашего фестиваля проходит конкурс на лучшее стихотворение, называется «Грузия в стихах», и отбирает лучшего Датома Грац, это известный поэт, и автор «Гимна», и завтра состоится презентация его книги в Санкт-Петербурге. Вот подробнее можно будет узнать у Сабильной. Можно потом, я думаю. У нас будет еще неформальная часть нашей встречи, я думаю, там. Ну, и будет еще, будет еще несколько выступлений, докладов, в частности, такая лекция на тему мировые знаменитости о Грузии, там будет масса интересного и неизвестного для Грузии. Также культуровическая лекция Ярослава Белинкиной «Золотой ве Грузии» и творчества «Пиросмани». И также будет круглый стол на тему сохранения национальной идентичности в неисторической родине, который тоже будет, я думаю, достаточно интересен. Там будут результаты опроса опубликованного небольшого и будет дискуссия. Ну, наверное, вкратце по программе все, да, Евгений, может, мы что-то упустили, нет? Наталья, только хотела добавить, вот будет еще выставка замечательной художницы грузинской, заслуженной художницы Грузии Ларета Абашиды Шенгеля из коллекции, из собрания издательства Вита Нова иллюстрации Квеперс-Хаусанев, как раз то, что я говорила, иллюстрации грузинским сказкам. Эта книга тоже будет представлена, народные грузинские сказки, и тоже будут показаны иллюстрации замечательного грузинского художника Мамия Малозонья. Так что имейте в виду, что вот еще такого идет. У нас все. Да. Коллеги, тогда давайте перейдем к вашим вопросам. Миля. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok